Вопрос. Татьяна Глазова. Почему вы покинули, Константин Натанович, съезд народных депутатов, который организовал в Польше Пономарёв, Илья Пономарёв? И разные версии. Версии в основном неприятные для меня. Значит, захотел Илья попиариться. Я не хочу из этого делать скандал. Мне нравится то, что делает Илья Пономарёв. Единственная проблема, непреодолимая, это то, что Илья Левый, коммунист, или представитель Левого фронта. Ну вот, мы столкнулись при обсуждении вопроса о трибунала. Значит, на съезде это было сформулировано как трибунал над группой преступников по главе с Путиным. Ну, во-первых, это не группа, это, там, представимся на секундочку, что мы, там, победили эту группу, осудили, там, физически просто уничтожили. Этих чекистов тысячи. Там, в 99-м году конкурировали две большие группы чекистов. Выбор, на самом деле, между Примаковым был, директором бывшим, ну, одним из директоров КГБ, и Путиным, молодым КГБшником. Вот. Отстранить от власти эту группу, это не значит отстранить от власти всех чекистов. И даже отстранение от власти чекистов, это не решение проблемы. Причина того, что получилось, возникла, и это советский коммунизм. Это он породил это явление чекистов, то, что Сталин называл орган крестоносцев, да? Вот. И это очень серьёзная проблема. И начинать надо с трибунала над коммунизмом. Иначе мы просто не поймём, не разберёмся в том, что на самом деле произошло в России, там, в Советском Союзе, ну, в России в основном. Надо начинать с причины. Первая реакция Ильи Пановарёва была, всё, проехали, всё. Тема, которую там уже не надо обсуждать. Значит, это тема преступлений против человечности. У таких преступлений нету срока давности. Пытаться, там идёт дискуссия на съезде, пытаться отмазать их, то, что делает Илья, ну, это просто нехорошо. И это главное преступление. И с этим надо разбираться. И трибунал должен быть над коммунизмом. Оттуда растут ноги, там, чекизма. Обсуждений же очень много, там, и в интернете, и в оффлайне. Какова причина, что произошло с Россией? Ну, ответ всегда, если это серьёзные вопросы и серьёзные обсуждения, ответ всегда такой, что, значит, вернулась, вернулась вот эта советская власть, вернулась причина, которая породила этих чекистов, этих уродов, этих преступников. И делать вид, что это вот одна группа, и больше никакого отношения она не имеет ко всему остальному. Но это просто неправильно. Я это сказал, Илья мне ответил, что проехали. И тут вдруг на съезде начинается, знаете, то, с чем я сталкивался много раз? Тролли, вот эти муниципальные депутаты вдруг, Боровой в маразме, значит, какой коммунизм, какой трибунал над коммунизмом. Я смотрю, что за депутат, что за участник съезда, обвиняют там, бедного Борового в маразме. Это муниципальный депутат, слесарь, сантехник какой-то. Вместо того, то есть, это, понимаете, как, это вот эта левая идея и подбор участников, ну вот он такой, это подбор участников для того, чтобы провести некоторую концепцию, которую разделяет Илья Пономарев. Я здесь при чем? Я в этом участвовать не хочу. Я, кстати говоря, написал заявление. Сейчас я... Секундочку, сейчас я это заявление почитаю, мы подробно разберем, что Боровой хотел сказать. Так. Боровой заявление. Сейчас обращение к делегатам. Вот оно. Так. Я написал, когда объяснял, почему я вышел из со съезда. Господа, коллеги, друзья. Очень вежливое, по-моему, обращение. Вместе с помощниками я несколько дней пытался сделать список необходимых поправок документов съезда. Там пара десятков документов. Интересные, хорошие. По иллюстрациям, по трибуналу, по новой конституции, по... Много документов. Мы работали очень интенсивно. Пока не поняли, что правками мы пытаемся превратить коммунистический манифест в дикталорацию независимости. Понимаете, это все документы делали люди, ну, с левыми выглядами. Проект конституции, там, превратить конституцию в парламентскую. Молдова это проверила. Парламентская республика в стране с доминирующими левыми взглядами – это коммунисты у власти. Приход к коммунистам. Я понимаю Илью Пономарева, ему хочется, чтобы коммунисты вернулись к власти. Но это еще хуже, чем чекисты. И это отказ от гражданских прав, от частной собственности, от рыночной экономики. На митинге 24 декабря 2011 года. Это последний митинг, который собрал там 200 тысяч поддержки. Доступали коммунисты. И говорили этим менеджерам, предпринимателям, что вы, уроды, там надо с частной собственностью бороться. Все. После этого никакой поддержки лидерам оппозиции, никакой оппозиции не стало. Следующий там сбор – это 50 тысяч. А потом 15 тысяч. И все. Оппозиция перестала существовать. Документы написаны, я возвращаюсь к моему заявлению, разными людьми с разными целями. Имеется в виду коммунистические манифесты, декларации независимости. Документы, написанные для съезда, не могут быть скорректированы правками. 1. Бессмысленно прописывать социальные гарантии гражданам в создаваемом социальном послевоенном государстве, которое может пройти стадию разорительной гражданской войны. То есть там пишутся в проектах социальные гарантии. Понимаете, мы говорим сейчас о послевоенном государстве, о разоренном государстве. Какие социальные гарантии? Я понимаю популизм коммунистов, левых, которые там участвовали в разработке этих. Я в обращении своем написал, что сказал, я написал, эта дискуссия там была, что я не могу поддерживать социализм, социалистические устремления. И Липа Льва Пономарева мне тут же начали возражать вот эти муниципальные тролли, что речь идет не о социалистическом государстве, а о социальном государстве. Ну мы же это прошли, друзья, мы это уже прошли. Социальное государство, которое превратилось в империю в течение там пары лет. С 93-го, в 94-м, ну два года. В 94-м это уже была империя, уже Чеченская война, социальное государство. Еще там был момент, кстати говоря, какое-то предложение привлечь всех членов Координационного Совета Оппозиции, всех националистов и коммунистов, кооптированных в Координационный Совет Оппозиции, на съезд, как депутатов. Ну, извините, тут я сразу убегаю. Так, второе. Гарантированное общенародное владение недрами. Это проект Конституции. Гарантированное жилье. Гарантированное образование бесплатное. Бесплатная медицина. Это социалистический популизм. Я этого поддержать не могу, понимаете. Это поправками изменить нельзя. Это концепция. Концепция. Оп. Убрали. Так. Третье. Решение проблем России. Видите, решение проблем России с доминирующими левыми взглядами населения в создании парламентского государства. Ну, это вот проект Конституции. Парламентское государство. У президента только представительские функции. Это единственный шанс в России сохранить демократию. Это президентская республика. Это кормчий, который в коммунистическом парламенте будет отстаивать гражданские права граждан, рыночную экономику и демократию. Это первое, с чем начинают бороться коммунисты в парламенте при парламентской республике. Значит, говорить о преступной группе Путина, его окружении и не говорить об истоках и причинах этого явления. Мировом советском коммунизме, тальтальной преступной власти КГБ и ее агентурных сетей, которые живут и действуют сегодня во всем мире. Это либо детская наивность, либо желание спрятать проблемы за ширмами плохих чекистов, плохих русских, отдельных нарушений, недостатков и так далее. Ну, закон иллюстрации против коммунистической номенклатуры и против сотрудников КГБ был очень хорошо разработан Галле Старовойтовой. Документы доступны. Все было уже разработано. Илье там и тем, кто готовил материалы, им не нравится, что Галля выступала за иллюстрацию против коммунистической номенклатуры. Я их понимаю. Потому что это решение проблемы, а не имитация решения, то, что предлагают разработчики этих документов. Преступления советского режима и его исполнителей чекистов до сих пор не расследованы и не наказаны. И продолжают повторяться с регулярной закономерностью в разных частях мира. Разработчики документов или люди, так сказать, разрабатывающие концепции этого съезда и действий после победы, так сказать, демократии в России, они не знают о том, что советский коммунизм действовал по всему миру. Вот как сейчас ЧВК Вагнера, там, Центральной Африканской Республики. А раньше это было во всех, ну, не во всех, а в половине африканских государств, которые принимали решение строить социализм или говорили об этом. И тем самым прикрывали свое желание есть своих граждан, просто людоедством заниматься. Значит, говорить «проехали» по поводу преступной преступлений против человечности – это и есть преступление. А преступление против человечности не имеет срока давности. Я это уже говорил. Значит, попытка с помощью съезда протащить в будущую Россию левые националистические принципы и устройства, и идеи – это худший подарок будущей России. Этого делать нельзя. Ну, участвовать в этом, ну, я не могу. При всем уважении, желании, там, помочь, нежелании конфликта. Но участвовать в этом я не могу. Так, обсуждение в кулуарах, главные результаты голосования показали, что даже попытка скорректировать социалистические и коммунистические установки будут пресечены. Вот этот вот сантехник, который на меня набросился, там, начал объяснять, он мне напомнил очень интересную муниципальный депутат, сантехник, очень интересную ситуацию. В 89-м, 90-м году я начал создавать биржу. В 90-м ее зарегистрировали. Первый конфликт, очень серьезный, был с Верховным Советом СССР, Лухьянова. Там была комиссия по финансам, биржам, по биржам. Председатель этой комиссии, таксистом был, таксист. И этот таксист вызывал меня на ковер и песочил, и объяснял мне, он, правда, не говорил, что я в маразме, но объяснял мне, что я ничего не понимаю, в бирже, в интересах государства относительно бирж. Это было так смешно и так глупо, что я начал по этому поводу давать интервью, вот, в коммерцант в частности. Вот, потом вмешался кто-то из помощников Горбачева и сказал им, что отстаньте от Борового. Они, кстати, мне несколько раз помогли, помогли в сложных ситуациях, когда начали, МВД начало арестовывать брокеров. 90-й год, 91-й год, еще действует уголовный кодекс СССР, РСФСР, по которому спекуляция, то есть основной метод торговли на бирже, конкурентное назначение цены, спекуляция, это уголовное преступление. Еще действует закон Уголовного кодекса, по которому предпринимательская деятельность это преступление. И вдруг там возник такой момент, когда МВДшники начали арестовывать брокеров на бирже за то, что они заключают контракты по вот этим рыночным свободным ценам. И я их начал вытаскивать с помощью, кстати, вот одного из помощников Павлова, премьер-министр. Так, обсуждения в кулуарах и главные результаты голосования показали, что даже попытка скорректировать вот эти социалистические установки будут пресечены. И это просто... Я собирался внести правки записаться на выступление. Саша Осавцов мне сказал, выступишь на вы, он, конечно, ко мне обратился, еще не извинился за прошлые свои глупости, но неважно, там, сказал, выступишь, но записывать я не буду. Почему? Потому что состав съезда лоялен левым установкам. И очевидно, что он не допустит корректировки разрабатываемых документов в сторону свободного рынка, капитализма, настоящей демократии, не левой, не социал-демократии. И полноценного трибунала, который помогли бы России или государствам, возникающим на территории России, возродиться. Кстати говоря, вот обсуждение, попытка обсуждения этой темы дезинтеграции привела к тому, что вы просто мне сказали, нет, это вот не надо, никакой дезинтеграции. Все это мы хотим, чтобы это была единая Россия. То есть заморозка ситуации, я с этим не могу согласиться. Я пишу, значит, в этом обращении, я не могу на себя взять ответственность за участие в создании Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР. Хотя все идет только в этом направлении. Константин Боровой, депутат Госдумы 95-го-2000-го годов, председатель партии «Западный выбор» и партии «Экономическая свобода», кстати говоря. Ой, 22 минуты. 20 февраля. Так, все. Ролю.